Открытие недели литературы для детей и юношества собрало в стенах областной библиотеки неравнодушных юных читателей со всего города. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение сотрудников литературного фонда принять участие в ярком мероприятии, для того, чтобы познакомить с любимыми детскими авторами своих сверстников. Школьники цитировали любимое произведение, делились мнениями о прочитанном и тем самым приобщались к огромному литературному миру сказки, юмора и иллюзий. В этом году эта неделя называется «Давайте откроем знакомые книги» и посвящена детским писателям-юбилярам 2014 года. Это разные писатели совершенно, это, конечно, и белорусские писатели, и русские, и иностранные писатели. Дети читали, читают и будут читать, несмотря на интенсивное внедрение новых технологий. За искреннюю преданность литературе 14 самых активных читателей были отмечены памятными подарками. Это своеобразное стимулирование поможет приобщить еще большее количество подростков к чтению. Ведь именно оно является отличным средством пополнения словарного запаса, возможностью для расширения кругозора и развития мышления. Это юные читатели уже понимают хорошо, поэтому регулярно приходят в библиотеки и читают не только художественную, но и научную литературу. В библиотеку начала ходить с первого класса, а читать я научилась еще в три годика. Читать меня мама научила, но читает у меня вся семья, и мама, и папа. Мы очень любим читать, потому что, по нашему мнению, это очень интересно. Когда не о чем заняться, можно подумать, почитать о чем-то, вспомнить, что ты делал, что прочитал, и прочитать книгу заново. И просто, когда тебе хочется отвлечься от чего-то, книга – самый лучший помощник. На праздник книги в отдел литературы для детей и юношества заглянул и почетный консул Чешской Республики в городе Бресте Владимир Микулич. В торжественной обстановке он передал фонды библиотеки книги чешских авторов, переведенных по индивидуальному заказу на белорусский язык. Подобных аналогов в мире не существует. Во время встречи ребята смогли задать почетному консулу интересующие вопросы и узнать его литературные предпочтения. Такие встречи, уверен Владимир Микулич, помогают подросткам лучше ориентироваться в культуре и литературе разных стран мира и открывают для них новые, пока неизведанные горизонты. Я открыт для общения, в том числе и с детьми, и я думаю, что это тоже будет их стимулировать к какому-то познанию другой страны, потому что все-таки культура двух стран пересекается, переплетается, и я думаю, им тоже будет очень интересно познать саму Чехию. Неделя книги для детей и юношества только началась. А это значит, что у всех желающих еще есть возможность познакомиться с уникальной выставкой или записаться в один из залов библиотеки.